2 сентября 2018 года в неделю 14 по Пятидесятнице праздник Собора Московских Святых Святейший Патриарх Кирилл совершил Божественную Литургию в Патриаршем Успенском Соборе Московского Кремля. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, сегодня мы вспоминаем всех святых в земле московской просиявших и по обыкновению служим в Кремлевском Успенском Соборе. Множество святых просияло на московской земле. Это были разные люди, митрополиты, князья, старцы, миряне, люди разных званий, разного положения. Но всех их объединяла любовь к Господу и стремление послужить честно своему народу и не забывать о спасении своей собственной души. И как результат мы видим удивительный пример святости, которая сопровождала людей, как я уже сказал, разных сословий и разного положения. Но среди всех святых в земле московской просиявших особое место занимают святители московские, к те, кто возглавлял церковь всея Руси. Это был особый подвиг. Он начался еще в бытность митрополита Петра, киевским митрополитом, но уже по божественному промыслу, перенесшему кафедру из города Владимира, где она находилась после разгрома Киева, в город Москву. Особое место в истории Москвы, русской церкви и нашего благочестивого народа занимает святитель Алексий. Но сегодня я бы хотел несколько слов сказать еще об одном святителе, житие которого, может быть, менее известно, но на долю которого выдались тягчайшие испытания. Это первый митрополит, поставленный епископатом русской церкви, митрополит Иона. С него началась независимая история автокефальной русской православной церкви. Этому событию предшествовали тяжелые испытания, постигшие православную церковь. В 1439 году император православной Византии вместе с патриархом Константинопольским принимают решение воссоединиться с католической церковью, то есть, по сути, принять католичество. И Константинопольский патриарх отправляется на запад в город Феррару в Италии с тем, чтобы там на соборе подписать унию. Это происходило потому, что Константинополь находился в огромной опасности, и император, по чисто прагматическим соображениям, желая опереться на военную мощь Запада, решил принять католичество, воссоединиться с Римом. И вот над Русью сгустились тучи. Законно присланный из Константинополя митрополит Исидор московский и всея Руси принимает в Италии унию и в облачении кардинальском в красной шляпе и в красной мантии входит в город Москву. Он ожидал, что все преклонят пред ним колено, но этого не произошло. И великий князь Василий Васильевич изгоняет Исидора из Москвы. Это изгнание происходило при прямом участии духовенства, которое не приняло ни Исидора, ни Уни. Усилиями короля Литовского западные епархии Русской Православной Церкви отторгаются от Москвы силой. Какие-то из них принимают унию, а какие-то остаются православными, но им запрещено поминать имя митрополита московского и всея Руси. Мы знаем, какой трудной была эта история западных русских епархий, находившихся на территории нынешней Литвы, Белоруссии, Украины. Как непросто было сопротивляться всем этим политическим давлениям. И тем не менее, все-таки духовная связь всегда сохранялась. И когда уже при государе Алексея Михайловича усилиями патриарха московского и всея Руси Никона происходит в 1654 году воссоединение Украины с Россией, то вновь наши братья отторгнутые тяжкими историческими обстоятельствами входят в общение с градом Москвой. И совсем скоро, в 1686 году, константинопольский патриарх Дионисий передает московскому святителю все права на юрисдикцию над украинской землей. И произошло не только воссоединение политической Украины с Россией, произошло церковное объединение, восстановление единства, единой русской православной церкви. И какое же огромное значение это имело для спасения православия в западных и юго-западных епархиях. Мы вспоминаем все это потому, что святитель Иона оказался тем святителем, который, будучи избранным русским епископатом и став первым предстоятелем автокефальной независимой русской православной церкви, вспоминаем, как он многие свои усилия употребил для сохранения единства единой русской православной церкви. И хотя, как уже было сказано по политическим обстоятельствам, это единство на какое-то время было разорвано, с какой же радостью православные Руси объединились вновь, составив единое тело русской православной церкви. Поэтому, вспоминая всех святых в земле московской просиявших, мы, конечно, особое поминовение и особую благодарность должны вознести нашим почившим первоиерархам, сохранившим единство святой Руси и русской православной церкви. И сегодня, когда раздаются разговоры о том, что снова нужно оторвать православную Украину от русской церкви, ничего нового не происходит. это уже было тогда, в те времена, о которых мы сейчас только что говорим. Но ведь ничего не получилось. И не получилось не потому, что какие-то определенные политические силы так предопределяли, а потому, что духовное единство святой Руси разорвать невозможно. А если когда-то это произойдет, сохрани Бог, то неизвестно, что произойдет вообще с православной церковью. Потому что духовное единство святой Руси есть нечто, что удерживает многих об поклонении злу. И мы должны всеми силами беречь это единство, укреплять его, памятуя о святителе Ионии и многих других святых угодников Божиих, в том числе и в земле Московской просиявших, которые молитвами своими, трудами своими сохраняли единство святой Руси, являющейся и ныне великим достоянием, определяющим духовный путь развития народов всея Руси. Их молитвами да хранит Господь Церковь Православную и землю нашу. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова